всем привет дорогие подписчики и гости нашего канала сегодня мы хотим вам показать необычный дом в районе симпсонвилл с нами наш риэлтор оля привет оля всем привет сегодня мы находимся в симпсонвилл это небольшой городок на окраинах гринвилла от этого дома непосредственно до центра гринвилла 20 минут симпсонвилл это город в котором по официальным данным 22 тысячи населения достаточно многие переезжая в южную каролину рассматривают именно этот город как место для переезда сейчас давайте посмотрим дом он был построен 1966 году находится он на участке 2 акра без и и чуэй и здесь еще и дополнительно есть дом который мы посмотрим после осмотра этого дома давайте пройдем внутрь пойдем интересно уже я люблю такие старенькие домики они иногда хранят себе всякие тайны старенькие старенькие мы цену не сказали цена у нас 450 тысяч за такой дом лично бы я задумалась стоит ли отдавать такие деньги ради посмотрим территорию это не маленький участок и с учетом того что многие хотят быть симпсонвилл 2 акра большой участок и вот там за этим белым забором есть еще один домик который тоже входит в эту стоимость мы обязательно покажем соответственно здесь два дома продаются за эту цену здесь наверное была качелька шестьдесят шестом году это может быть хорошо пойдем внутрь пойдем внутрь пойдем разбираться что такое 450 тысяч симпсонвили дорогом районе так свет у нас есть отопления у нас нет поэтому мы большого потолки у нас низкие это старых домах к сожалению минус часто большой да с потолками сложно что-то делать даже если дом хорошем местоположении и с хорошим ремонтом потолок зачастую минус окна окна у нас старенькие тоже желательно заменить как минимум привести в порядок дом дом скорее всего готовили к продаже покажешь покраска на стенах свежая и пол у нас паркет он тоже был недавно мне кажется его обновили да то есть видишь что его обработали он точно старый так камин у нас если кому-то важно скорее всего нужно инспекцию делать древесный не факт что работает проверять не будет это зал у нас при входе получилось ну что пойдем налево как все сколько здесь ты знаешь 1650 квадратных футов то есть домик небольшой здесь для обеденного стола скорее всего небольшая комната и как всегда у нас этих домах лабиринты ну что давайте пройдем на кухню мы уже проверили цветы здесь нет по крайней мере лампочка не включилась я не знаю насколько видно хорошо шкафчики кухня скорее всего 66 года тесная маловато место мы с тобой уже привыкли у нас большие кухни здесь к сожалению не тот случай на фотографиях все это выглядело поприятнее так часто бывает поэтому если кто-то смотрит серьезно дома выбрать дом удаленная из другого штата просто по фотографиям не представляется возможным здесь поверхности заменили да здесь новенькая последнее время ставили дешевая поверхность но тем не менее заменили техника есть тоже старенькая так ну пошли куда-то к свету пойдем попробуем да у нас здесь тоже света нет я не знаю каким образом у нас здесь пиралка сушилка вот отдельная комната что там кладовочка вместительная варень же наверно нужно да давай мы снаружи покажем на улице он потом как пойдем так и пойдем уже к тому домику не отопление не свет не отопление не света но вчера агент позвонил вечером сказал предупредил что нужно одеваться на показ потому что отопление здесь у нас показывает 53 градуса здесь у нас спальня маленькая по размеру в доме как мы с тобой уже определились запах старого дома присутствует поэтому даже при том что ремонт свежий к сожалению вот с запахом ему привыкнуть наверное может можно если находиться здесь какое-то время но очень неприятный запах если только сразу входит окна тоже печальная картина нужно менять ты знаешь этот дом с я смотрела стоит 120 дней на продаже и цену не снижают интересно мы с собой посмотрим еще второй дом да и определимся суммарно вполне возможно этот этот дом они стоят 450 потому что здесь по факту два дома и два акра и с что-то местоположение это тоже фактор который определяет цену иначе у нас ванная такая скромненькая да немножко тесно на полу у нас плитка сказать по качеству очень неплохо на плитка здесь тоже покажешь стены перекрасили но видно что стены на скорую руку приводили в порядок и не очень качественно не знаю насколько по видео это видно но собственно отражается это очень тесно очень очень честно потолок я даже не знаю что это такое интересный материал да ну да но его тоже нужно снять все снять все снять все снять да уснести шучу белить заменить там лампочку темно обязательно печку ломать почему ломать белить белить девчата ванная неплохая она достаточно свеженькая но это все все на любителям мы знаем ванная кухня у нас самые большие зарплатные статьи если собираетесь делать ремонт в той комнате мы были мы слева направо давай покажем эту спальню тоже небольшая комнатка это кабинет у нас здесь нет или есть нет здесь у нас это просто кабинет в этом доме у нас четыре спальни и две ванны согласно описанию сейчас посмотрим потолок однозначно снимать ну знаю что принципе на двух акрах и купить за дом можно что-то придумать сделать можно придумать сейчас один дом такой будет стоить в этом местоположении приблизительно 250 270 3 соответственно 2 математика простая умножаем на 2 получается вот эта цена которая не просится хотим напомнить симпсонвилл это дорогой район не находится возле гринвилла будете писать в комментариях дом того не стоит локации мы покажем вторую дома на симпсонвилл у нас такой достаточно протяженный город с одной части в другую можно ехать 20 минут и здесь многие слышат район пайп один из дорогих районов мы сейчас не в нем на расстоянии 15-17 минут оттуда собственно как-то покажем на мой дом районе идем дальше здесь у нас я так понимаю сколько дверей здесь пытались творчески подойти к решению вопроса до стену сделали акцентную это у нас lvp наверно на стене это то что на пол ложат кладут очень интересно качество работ но на стенах материал лучше чем на полу пытались они пытались сейчас выйдем наверно отсюда на задние крылья может быть это некое подобие мастер-бэдром да похоже на мастер-бэдром у нас обычно старых домах нестандартный мастер-бэдром судя по всему тот вариант клозы не мой шкафчик и мои вещи точно не лезут жалко хотелось но тут 221 для туфли нет туфли он туда поставить ровные шкафчики пойдем дальше покажи жди на задний здесь у нас ура мы выйдем померзли сегодня у нас холодно у нас с мастер здесь тепло и солнышко огороженная территория крылечко небольшое хотелось бы наверное все таки здесь какой-то навес чтобы можно было даже дождливую погоду выйти посидеть прелести домов вне комьюнити деревья у нас с новых дом в новых домах такого к сожалению редко бывает участок ровный так там есть какой-то юнит ну пойду уже посмотрю и и покажем юнит что юнит также старый да да сооружение что-то наверное газовый юнит огромный наверно того же года все больше тут ничего нету наверное вот это все за забором тоже территория до этого дома сейчас я проверю соли посмотрят участок вот и заканчивается ближе ближе увеличить ну да а вот этот кусочек тоже да да ходят окей пойдем внутрь там конечно не теплее но не мороз слева направо идем или это мы в кухню попали кухня вот нас две комнаты здесь было три и и все еще там от двери еще помню мастер вот она все-таки здесь так так комнатка не знаю необычная какая-то надо из мастер-бедру мы тут куда-то попадаем на улицу куда-то да наверное тут стирали они селки были друг у нас сколочковое помещение какое-то если вам нужно так комната большая да ух какая ванная что это какой-то трубопровод он делает не камина ничего давай посмотрим ванную мастер-бедром такого мы с тобой не видят наверно да на полу lvp попробуем может мне со светом здесь повезет повезло одна лампочка лампочка на здесь вы зависло с полом полно здесь повезло встроенные полочки у нас ванная относительно новая но хотелось бы тепла у меня рука пример злок стабилизатор отсутствие здесь в этом случае тепло будет агент сказал сегодня завтра починен если люди продают пустые дома вот как в этом случае тепло обязательное условие того чтобы его быстрее купили потому что попадает такой дома его не то что смотреть не хочется заходить туда не сильно хочется это я видела не раз со своими клиентами когда мы входим в дом и клиенты быстро проходят по нему и не обращают внимание так как в магазинах музыка когда ты ходишь и медленно ходишь точно так же и с домами наличие тепла обязательное условие для быстрой продажи лозы шкафчик он смотри какой они маленькие здесь у нас даже попкорн есть хорошо ну вот такой получается здесь домик ну пошли посмотрим еще один домик да пойдем пойдем по морозу приближаемся к еще одному домику вот такой у нас там живность какая-то живность а нет это собака не настоящая хотелось настоящую да что ты же говоришь ты их боишься кого собак больших больших но это маленькая если бы она была настоящая ой на фотографиях сам правда смотрела все все интереснее меня привлек вот этот домик это гостевой наверно домик да да интересно давай его обойдем со всех сторон покажем деревья хорошо но она настолько старенькая вот страшно что она упадет а если вы хотите его убрать если хотите убрать но я думаю не меньше двух тысяч долларов такой бонус не очень так вот такое все древние мне так нравится или остановилась за как в фильме в каком-то да есть юнит ага здесь спрятан здесь у нас еще есть один замок нам ключ этот нужно с тобой вот он еще один замок на втором этаже наверно да что на втором этаже наверно да вот он замок здесь так пока оля открывает покажу еще с этой страны вот такой вот гостевой домик ага здесь все огорожено забором есть будочка ну что получилось да получается скрипит 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 да паутина ну это по нашей теме воспоминания из предыдущего очень интересно и тоже холодно и тоже нет света так свет давай свет подожди здесь тоже включается свет здесь какие-то лабиринты тоже а здесь здесь это весь свет который включился вот полу на полу у нас lvp свеженькая да то есть здесь точно не нужно ничего делать стены покрашены в черный цвет мы с тобой уже во втором доме с такими акцентными цветами но честно наверно очень на любителя мне цвет такой не очень при входе у нас сразу туалет и какой миленький с окошком со шторками это гостевой домик это гостевой да однозначно то есть если кто-то сдает по сути точно из и если взять кредитную всю эту сумму то это можно часть точно сдавать отдельно у тебя есть надежда да да ты молодец хорошо место немного но здесь и холодильник есть наверняка есть ой здесь бак стоит паутина паутина нас преследует да давай пройдем на кухню здесь небольшая кухня смотри аккуратно ступеньки так такая скромная подожди дай я свет ключом ух ты подсветка даже у меня кошка это нравится да очень красиво вот здесь даже гранит в отличии от ключа основного дома вот бэкс флэш здесь рабочую поверхность тоже плиточка вот техника дешевая но но она есть здесь кухонька тоже поновее ой поновее да и здесь выход даже есть куда ты кухня не знаю куда на второй этаж вряд ли у нас же второй этаж мы с тобой туда поднимемся вот вот маленькая здесь с учетом размеров этого дома вот то там виднеется кирпич кирпич да то есть это пристраивали вот вот на полу у нас плитка вот в такую холодильную ножки не точно стоять холодно да отдельно вот смотри даже есть место для кофемашины наверное ну что покажем здесь дворик участок давай кой на первом этаже да будем надеяться дверь откроется дверь открылась ой на улицу совсем не хочется выходить да ну участок приятный конечно участок под небольшим наклоном но совсем не критично гортензии территория соседей нет рядышком но дорога почему-то ее слышно очень-очень сильно хотя казалось бы дом настолько далеко от дороги но шумно так тут шестьдесят шестого года стульчики столики покажу сзади дом вот так это все выглядит мы сегодня с Олей оделись по-рождественски у нее зеленые штаны у меня красные и я тоже в белом свитере ну что пойдем на второй этаж посмотрим что у нас на втором этаже да интересные у нас конечно обзоры получаются один краше другого а холодильник получается сзади а где лестница а лестница была на улице лестница у нас снаружи на второй этаж идти на через лестницу через улицу так может быть там тоже какой-то отдельный еще один ключ так сказать ну домик там тоже будет кухня наверное не знаю посмотрим но ступенечки тогда его можно оправдать на миллион слушай мне страшно идти по этим ступенькам страшные ступеньки да высокие скрипят еще ёж так что откроем нет подожди ух ты здесь остаемся здесь тепло нет здесь холодно но это в спальне нужно идти через улицу что за прикол так подожди свет попробуй да свет здесь не сильно помог здесь наверное самое приятное ой здесь что-то с потолка падает с них пошел приятно потому что деревянное да приятно деревянное пол новый тоже и на потолке тоже это все деревянное на самом деле у нас не работает зимой в спальню бегать будет как-то неприкольно но это те кто любит закалку да интересный домик да давай посмотрим улет хоть есть витералка сушилка витералка ага ничего себе ого какой душ ого правда очень все скромненько по размерам здесь мало места но душ сделали вот совсем недавно плитка ну вот так вот эта часть то есть этот дом он в лучшем состоянии чем основная часть шкафчик окошко интересно ножка шик много шкафчик видал конечно лучшие времена столько он здесь снимать я как уже видеоператор я тут уже вижу картину снимать снимать если бы было тепло было бы очень хорошо да были бы другие ощущения но у вас зритель них не будет ну что вам тепло вам тепло там еще куда-то будет наверх да там уже некуда на крышу наверняка можно подняться ну собственно вот и все как по твоим ощущениям стоит он того или нет не знаю честно дом не то не то не впечатлило что-то не хватает ребята вот вы знаете вы напишите короче если бы он стоил где-то ну 400 хотя бы 380 ну да потому что старые знаешь я тебе скажу по опыту дуплексы у нас а дуплексы это всегда два хозяина да или там хотя бы два арендатора здесь дуплекс будет стоить тут аналогичный по размерам даже дуплекс на участке но для акра будет стоить приблизительно 380 400 тысяч так есть такие цены сейчас к сожалению и помнишь в одном видео с к эскей билдер я сказала за 400 тысяч я буду сравнивать все дома с этим домом вот помните нас видео называли нашли идеальный дом эскей билдер посмотрите за 400 тысяч потрясающий дом на большой территории здесь ну два акра в симпсонвиле да здесь вы домик да те кто хочет быть без эйчо и кому дополнительно нужно вот такое вот помещение которое можно сдавать вот этот домик это только сдавать или не знаю родители живут но здесь родители тоже на вторую на второй этаж потом подниматься сдавать кому здесь нет туристическая зона нет сдавать помесячно то есть как как все остальные дома сдаются как жилое от жилое да ну в общем вот так вот ребята мы свое мнение вы из озадачиваем и вас озадачили и сами озадачились но такой домик мы нашли решили вам показать ну что ж будем заканчивать этот обзор спасибо что посмотрели спасибо оля что привезла нас сюда спасибо этому дому поедем к другому пойдем греться в другую пойдем греться в другую всем пока пока